Ты понимаешь, куда мы идем? Чего? А хотя давайте. Мы, ребята, на парамоновских складах. Потому что просто не знаем, чего ждать, наверное, из-за этого. Я еду у нас тут весну. По предварительным данным я насчитал здесь 80 человек. Поэтому ждем в нашем комфортабельном автобусе с приятными мягкими сидениями и кондиционерами. Я пошел. Ожидать, по моим ощущениям, ну, нам от часа минимум, когда подойдет наша очередь. А я думаю, что больше. Два наших парня из Краснодара, они полностью сельхоза в машине. И вот они и ожидают. Заняли займись за Татарстаном. Вы видели, что Татарстан прошел только что в ту сторону. Сейчас стоим в очереди. Тест на корону сдали, сейчас сели в автобус. Заселяемся в 10-е общежитие. 23 этажа, если мне не изменяет память. Новая, построенная, чистенькая. Будем здесь жить 5 дней. Но это еще, который позже приедет. Вот наш номер. Только вошли. Находимся по 3 человека. Кровать раз, два, три. Еще не видео, ничего не знаю. О, свет включается тут. Так. Тут у нас ванна. Свет. Туалет. Ну и все, в принципе. Моя кровать. Мое место. Я тут флаг повесил, бля. В отель заселился, полет нормальный. Выдали бейджики, именные. Вот тут вот питаемся по этому адресу. Ребят очень много собралось. Мы едем сейчас ужинать. После того, как мы покушаем, мы поедем на открытие с весны. Там будет концерт. И просто бомбезное открытие должно быть. Я сняла ужасно, Жор. Давай еще раз. Давай еще раз. Друзья, случилось такое событие. Только что делегация с Приморья ушла. И мы обманули их, наверное. Это каштан или нет, мы не знаем. Ногой, раздави ногой. Давай, давай. Они не давятся, значит, это не каштаны. В смысле? Ну, вот так вот. Вот. Так это что же? Это жирафина. Это зародыш жирафа. А вот это уже что-то похоже на мандарин. Потому что именно так чистятся мандарины. А мы сказали им, что это каштан. Походу, да. Корреспондент. А Витисов Георгий. Это все подтверждает, что я настоящий, а не вымышленный. Я попробую этого енота. Поехали. Я наелся. Теперь я беремен жирафом. Едем сейчас на такси кушать. Я вас вот так вот высажу, чтобы не крутиться. А вы просто здорово. А на дойте. Салатик с огурцами и капустой. Клов с мясом. Два компота. А он стоит, а вот надо при каэропорту. В 19.00 у меня уже нужно будет поесть. Приедет автобус, я должен буду успеть. Девчат, примерно вот такими темпами. Приятного аппетита, как говорится у себя. Спасибо. О, спасибо. Хотел показать, как нам раздали, какие билеты. И тут выключили свет. В общем-то, мы сели в автобус. Все, едем в Ростов-Арену на открытие. Там будет масштабное какое-то прям мероприятие. Танцы, певцы. Все будут. Так что, все, ждем. От имени правительства Ростовской области, от себя лично, сердечно приветствую вас на гостеприимной Донской земле, лучших творческих студентов Российской Федерации. Мы постараемся создать максимально комфортные условия для вашего проживания и для проявления демонстрации ваших талантов. Идущие церемонии открытия Всероссийского фестиваля студенческой весны. Актеры, шоу, импровизация, даты, Арсений Попов и Дмитрий Позов. Привет! Ну что, зарядились? Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. День почти подошел к концу. Мы сейчас едем в автобусе, в общежитие. Я очень сильно устал. Ничуть не поломали спину, когда я был около сцены. Нужно приехать в общагу, попить водички обязательно и спать. Завтра подъем примерно в 20.07. Здравствуйте, 5 литров обычно. Ага, спасибо большое. Восемь утра сейчас. Мы с ребятами вышли к входу в общежитие. Ждем всех ребят и пойдем завтракать. Сейчас мы в столовой. Вот такие подносики. Будем еду на них класть и кушать. Вон там наша еда. А это вот не наша еда. Это еда для других ребят. Я могу, в принципе, конечно, взять. Я здесь кредитирую, как бы. Пожалуйста, Аль. Ага, спасибо. Будете зубоку добавлять? О, не, не, не надо. Зря, зря, зря. А хотя давайте. Да, зубоку добавляй. Да, давайте. Она шикарная, она вам. Мне нужны силы. Конечно, конечно, пожалуйста. Слушай, я не могу понять, где мы находимся. Мы опять потерялись, что ли? И все, что мы знаем, это то, что находимся на Большой Садовой, главной улице этого города. Ну, наш город, он находится в постоянной процессе стройки. Он все строится, 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 строится и никак не достроится. То, что здесь меня увидели, ничего удивительного. Будут ли проблемы после съемки? Потом плохо выпускают? Вам? Почему? Скорее нам. Я что, похожа на человека, у которого много времени? Не, не, я не понял. Выключай. Грузим сейчас работу на Яндекс.Диск. Очень плохой интернет. Сами можете наблюдать, как происходит загрузка. Мы должны были отправить до 10. К сожалению, уже опоздали на 6 минут. Надеюсь, что примут. Ну. 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 Да что? Что, загрузилось? Нет? Что происходит? Все, есть? Фух! Привет, Асьео. Привет! Вообще, абсолютно все равно. Почему я должна, почему я должна думать? Это не в моей компетенции. Я не переполнила. Ветка. Подожди, сейчас. Погоди. Погоди, погоди. Снимаешь? Да. Меня нормально видно? Ага. Что ж, друзья. Пока никаких масок нам не удалось толком сорвать. Но мы ведь не сдаемся. Нормально? Ты понимаешь, куда мы идем? А, хотя... Как ты можешь понимать? Конечно, не понимаешь. Что за глупый вопрос? Как ты его знаешь? Так, друзья. Этот караван будет длиться вечно. Простов настолько необъятный, что мы не можем его объять. Где мы вообще идем? Что это за это? Я не имею ни малейшего понятия. Так, у меня появилась быстрая возможность отснять материал, что мы делаем. Сейчас мы идем на сцену, снимать за кулисы. И будет очень интересно. Спасибо. 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 Болтаем? Да. Мы сейчас с Вейлой стоим напротив университета, где будем выслушивать, насколько хорошо или насколько плохо мы сделали репортаж. Очень волнуемся, ну не знаю, лично я прям... I'm nervous, I loved a lot of emotions. Потому что просто не знаем, чего ждать, наверное, из-за этого. Но это тоже время как-то мотивирует, интригует и мудрит. Мы вообще думаем, что мы сняли самый наркоманский репортаж, самый вообще не связанный между собой. Но может быть в этом и есть своя изюминка. Может быть нас выберут, потому что мы отличились от всех. Хотя... А может и нет. Возможно, что у всех адекватные репортажи, кроме нас, я вот примерно вот так и думаю. Я так и не рассказывал, какие были темы. Первая. Путеводитель по Ростову. Фишки города, которые вы не найдете в Google. И тема вторая. Мы сегодня вот отснялись, только что приехали. Вторая тема какая? Маски стульбистные. Что хотите, делайте. Вот репортаж. Все. Да. Ну мы и сняли. Мы постараемся смонтировать достойно. Ждем, заходим и выслушиваем, насколько хорошо мы сделали свою работу. Или плохо. Да, но мы очень старались. Я готова к худшему. Мы очень старались, да. Вплоть до четырех ночи монтировали, спали два часа, очень устали. Сегодня вообще не ели еще ни разу. Мы собираемся также прожить этот вечер. И да. Да, а потом можно уже отдыхать. Сколько? Около трех дней, да? Три. Тут, походу, будут показывать наше видео. Ждем. Ждем всех, пока никого еще нет. То есть, если мы сейчас будем прям по полочкам все разбирать и говорить, что все плохо, все вот прям все очень плохо, это совсем не говорит о том, что вы не победите. Вы скажете, как это так? Получается так, что у тебя даже нет рассказа неправильного героя. Если бы человек ушел с этого сюжета, неправильно, неправильно. Кушаем после разбора своего. Мы получили по башке все косяки наши выяснили. Нам на них указали. Мы поняли, в каком направлении нужно двигаться. Учтем все ошибки. И дальше будем делать репортажи намного лучше. Продумание и вообще вести себя в кадре лучше. У меня под окном ребята, певцы, тренируются перед выступлением. Хочу показать вам, как это происходит. В общем, вот это Ростов арена. Туда мы с ребятами пошли кое-что репетировать. Узнать об этом совсем скоро. Я от них немножечко отошел. Просто решил пройтись, посмотреть. Сюда, не сюда. Сюда. Смотрите, какое шикарное здание. Оно мне очень понравилось. Темный кирпич шоколадного цвета и серые крыши. Ребята, мы пришли на Ростов арену. И сейчас вы узнаете, зачем здесь все журналисты. Идет подготовка, сцены и всего-всего. Нас увидят все вот эти люди. Здесь тысячи три мест. Может быть, даже пять. Поднимайтесь, поднимайтесь все. Сейчас я с вами все расскажу. Кто хочет один человек, все, пошли. Кто не знает, кто не будет нарептириться, меня зовут Юля. Я карьерова. Мы никого не будем. Раз, два, три, четыре. То есть, все, что неестественно, не надо. Договорились? Если вы чего-то стесняетесь или что-то не понимаете, вы меня можете тихонько спросить. Вот так вот. Я прям подскажу, или там, может, вам хочется потанцевать, а вы не знаете. Мы придумаем вам движение. Договорились? Сейчас мы сделаем разводку для вас. Не выходите туда, Женя. Ты меня видишь? Можно по-разному. Ты меня видишь? Похулиганьте. От вас не ошибается. Это совсем ярко. Вообще, да. Вот прямо похулиганьте. Такие выборы есть. Давайте мы сделаем ярко. Хоп. Раз, два, три. Хоп. Раз, два, три. Теперь на зрели. Здесь, начало. Я остался один. Лейла поехала в общежитие. У меня появилась новая задача. Так как у нас танцевальный номер, вы уже видели. Нужна однотонная майка. У меня из однотонных только черная. А черная не подходит. Должна быть светлая. Проблема лишь одна. Торговые центры только на окраинах находятся, что очень проблематично. Плюс еще очень сложно, так сказать, магазины одежды. Ну, вот. Ну, сложно. Их нету, короче. Те же самые проблемы с продуктовыми магазинами в Ростове. Ходишь вроде в центр города, но чтобы отыскать продуктовый магазин, нужно постараться. В общем, сейчас ищу, где можно купить одежду. Куплю и пойду на разбор второго уже видео, которое мы отсняли. Второй репортаж. Не знаю, конечно, что нам скажут, но надеюсь на лучшее. Только что побывал вот в этом секонд-хенде, мега-хенд. Ничего, к сожалению, не нашел. Однако в этом секонд-хенде мне попались очень приветливые консультантши. Они меня направили. Сейчас пойду в другой секонд-хенд. Смотрю, магазин одежды. Зашел туда и спрашиваю, мне нужна однотонная белая майка. Мне показывают. Я говорю, слушайте, у вас вырез вот такой вот, а мне нужен вот такой. Есть? Есть. О, мне подходит, сколько стоит? Ну, 10. Я говорю, с чего? Она говорит, ну как, ну 10 тысяч. Извините, пожалуйста, я перепутал. До свидания. И ушел. Это сплочение дает нам какое-то преимущество перед остальными. Участники настаивают. Танец, прежде всего, интеллектуальный вид искусства. Танцует не телом, а мозгом. Танцор должен знать каждую деталь своей истории. Нашли ту самую любовь искреннюю, то есть, когда посмотрели друг в глаза и как бы увидели свою душу в других глазах и не могли больше ее, не захотели ее бросать. Слушайте, а откуда вы? Из Воронежа. Это у вас в Воронеже такие магические макияжи делают? Ну, возможно, и в других городах, но я знаю, что Воронеже точно делают. Это мы, ну, делемся, когда на сцене. Ничего себе. Шашка о шашку, и они друг друга вот так режут. А, ну, сколько это опасного? Ну, если задеть по коже, ну, кожу снимает вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 7.30. Мы приехали на стадион-арену. Здесь у нас будет генеральная репетиция до 9 часов. Сейчас мы пока что одни, самые первые. Вот такая площадь здоровенная. Ждем ребят и будем танцевать. Ох, там такой номер. Там такой номер, блин, круто. Там такой крутой номер. Три раза вам надо было сказать, чтобы вы примерно не поняли. Ну, короче, поняли. Это очень круто будет. По-моему, там приехал автобус. Ага. И там, наверное, наши ребята. Погодка холодная. Ребятки собираются потихонечку. Ветер дует. Как бы солнышка нету почти. Холодно. Ждем всех и заходим. Вот восьмой. Доброе утро. Мы вас ждем. Идите к нам. Вот-вот-вот. На нас. Вернусь. Раз, два, три, четыре. Сейчас мы с Вейвой направляемся в очень интересное место. Будем снимать. У нас есть камера. Это место излюблено жителями Ростова. Необычное. Притягивает к себе очень много людей. И даже оно мистическое. В какой-то мере. Мистика это по-нашему. На следующий раз. Мистика, да. Приехали с Вейвой на место назначения. Думали будем снимать сразу же склады. Они кстати вон там находятся. Вон они. И мы попали на такую площадку. Вот это Дон. Это стадион-арена. Мы там будем выступать. Тут очень много всего. Крутые виды. Просто посмотрите на это. Мы ребята на Парамоновских складах. Посмотрите какая чистая вода. Это что-то с чем-то. Вообще Парамоновские склады это комплекс вот таких вот складских помещений. Ранее они были использованы под зерно. И под различные виды товаров, продуктов. Находится это все на берегу Дона. Реки Дон. Она находится вот за вот этими вот складами. На первой линии. Так как город Ростов всегда был торговым городом. Особенно... Что это звук это был? Непонятный звук какой-то был. Люди местные здесь купаются. А туристы фотографируются. В 19 веке этими корпусами владел знаменитый купец Парамонов. В них он хранил зерно и уголь, которые продавал в Англии. Юлия коренная ростовчанка. Сюда она приходит каждый день вместе со своей собакой Баунти. В такую жару чистые прохладные источники истинное спасение. Сейчас лето, каждое лето становится все жарче. На солнце вообще 50 градусов. А купаться негде. Бедный Дон очень измучен сбросами. Вода, к сожалению, грязная. А несчастный темерник вообще погиб безвозвратно. Хотя в свое время Петр Первый ловил там в чистой воде осетров голыми руками. Здесь даже проходили съемки многосерийного сериала про настоящих шпионов «Смотритель маяка». Федеральные собственности являются общедоступными. Это значит, что люди могут использовать их для своих бытовых и личных нужд. Ребята, мы находимся на мосту, где Дон. Господи, протекает Дон. Невероятно. Мы сейчас с Вейвой шли и наткнулись на... Смотрите, как выглядят салюты для масштабных мероприятий. Я думал, что много таких вот обычных, как для Нового года салютов. Оказалось, нет. Идем сейчас на репетицию с Вейвой. Немножечко опаздываем. Нам нужно быть там 6 часов, а сейчас 17.54, что-то такое. Но не проблема. Стадион вот здесь уже. Нам нужно пройти забор и войти. Последние приготовления вводятся, все делается. Сверху там что-то достукивают, закрепляют. Здесь все ужасно дружелюбные. Все друг другу рады. Я в шоке. Собрались вместе с ребятами. Вот кучкой. Стоим здесь, ждем выхода, когда нас объявят. Здесь вообще очень много людей. Все ждут своей очереди. Максимум человек 500. В этом зале находимся сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, оттанцевались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Невероятные эмоции, мурашки. И это все российская студенческая весна. Вы можете подумать, почему так пусто. На самом деле здесь 4 тысячи человек. И располагаются они на трибунах. Вон там. Это 4 тысячи человек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, это дроны. Смотрите, что творят. Квадрокоптеры в небе делают вещи, блин. Офигеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они летают рядом друг с другом, не сбиваются. Невероятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделали с ребятами остановочку на Газпроме. Поездка так тяжело дается. Очень много кто спит, все спят. Пройди багажа. Раздевалась собакина. Два красивых собакина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Точкой притяжения творческих молодых людей со всей страны в эти дни был Ростов-на-Дону. Там завершился фестиваль «Российская студенческая весна». Церемонию открытия и дневники фестиваля в интернете посмотрели около 10 миллионов пользователей. Призерами на этот раз стали более 200 участников. Настроение действительно весеннее благодаря студенческой весне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА